Городские встречи И что делать, когда действительно хочешь помочь, нам расскажет руководитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Наталья Ляляева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ваш фонд существует уже очень давно. Расскажите, на чем вы специализируетесь? Ну, наверное, давно, это прям громко сказано. Существуем мы два года и занимаемся мы взрослыми, помощью взрослым с онкозаболеваниями, с онкогематологией. А то, что касается того, что вы сказали, то, что сейчас на данный момент очень много молодых людей появляются на улицах нашего города, наверное, не только города, но и в торговых центрах. Ну да, в принципе, эта практика существует, наверное, уже давно, к сожалению. И в связи с этим благотворительные организации, многие благотворительные организации, в том числе и наша, вступила в союз благотворительных организаций. Этим союзом был создан определенный кодекс. Кодекс благотворительных организаций и этикет благотворительных организаций, в котором прописан некий свод правил, наверное, которых придерживается каждая организация, которая занимается помощью тем или иным гражданам. И в частности, вот то, что касается именно этой темы, никто из благотворительных фондов, общественных организаций и так далее, не будет привлекать волонтеров для сбора средств, наличных средств на улицах. То есть это такой кодекс, это этика работы благотворительных фондов. Исключением являются какие-то объявленные акции, программы, либо праздники. Но это все прописывается отдельно, объявляется отдельно. Информацию об этих праздниках, акциях можно найти на сайтах организации, в соцсетях и так далее, и так далее, и так далее. Об этом говорится не раз. И, скорее всего, эти акции или праздники проходят в какой-то определенный период времени. И люди, горожане, жители об этом знают. В остальном это, собственно говоря, стихийный сбор стихийных денег. Понятно, что когда идет волонтер, будем называть это так, хотя, скорее всего, волонтерам это тяжело назвать. Волонтеры – это люди, которые отдают свой труд добровольно, помогая кому-то. То здесь, конечно, это сомнительно. Добровольно – это понятно, но благотворительно ли они осуществляют эту деятельность? Да, и когда идет младший человек или девушка с ящиком, где, тем более, в фотографии помещена какого-то ребенка, естественно, сердце сжимается и хочется помочь. Но дальше уже это выбор ваш. Кому вы помогаете, как вы помогаете. Ну, потому что, вот, не ходя далеко, в одном из больших торговых центров, недавно подойдя к такой девушке, которая занималась сбором денег для ребенка с ДЦП, я подошла и спросила, что за фонд. То есть, да, мне развернули учредительные документы, очень много, но, опять же, это ксерокопия непонятно, то есть, какой самарский фонд оказался. Как фонд из Самары попал в Рязань? Со сбором в 150 тысяч рублей. То есть, это небольшой сбор, когда самарский фонд куда-то приезжает. То есть, приезжает в другой город. Это, конечно, глупости. Вот, и тем более, для себя давно уже все благотворительные организации решили, что никто никогда не выходит с кружками, как называют, с ящиками для сбора денег. То есть, мы можем помещать в какие-то магазины, договариваться, да, просто стационарно он может висеть. Вот, либо же какой-то фонд объявляет какую-то акцию. Как, например, при новогодней акции бывает, вот, например, да, собирают там фонд, всевозможный фонд, елочки помещают. То есть, мечту ребенка на этих елочках и так далее, и так далее. Да, вот в рамках этих акций это может осуществляться, но не в других случаях. То есть, не в других. Почему отказались от сбора пожертвований на улице? Вот таким способом. Это неэффективно или это неэстетично? Да не то, чтобы неэффективно, нет. Здесь, наверное, в этом случае большое поле предоставляется для мошенников. То есть, возможно, очень тяжело. А человеку, который идет мимо, вот, положить денежку, проверить, кому вы отдаете, что вы отдаете, да. И, с другой стороны, появилось очень много фейковых фондов или фондов-дублеров, то есть всевозможных, да. Те же самые федеральные большие фонды «Подари жизнь». Их имя, логотипы – это, да, всероссийский известный фонд. Вот, даже, можно сказать, не всероссийский, а международный известный фонд. Логотип, которым пользовались. Пользовались также мошенники на улице у города Москвы и так далее, и в других регионах. Поэтому решено было вообще, то есть, вот от этого абстрагироваться, отойти. Это не значит, что эти фонды использовали такую методику для сбора денег. Нет, никогда. Но, тем не менее, такие вот мошенники появились. Поэтому в свое время, во всеуслышание, в этом говорили в средствах массовой информации, что общественные организации, благотворительные фонды и так далее, и так далее, не используют такого рода сбор средств на улицу города. Но, опять же, с другой стороны, это же ваше дело, как вы хотите помочь, кому вы хотите помочь. Тоже самое бабушке, которая стоит в переходе, стоит с кружечкой или с миской. Вы же не задумываетесь, куда она потратит эти деньги, да, и стоит ли за ней какая-то вот мошенническая организация или что-то еще, да. Потому что на федеральных каналах неоднократно говорили, что это вот определенная организованная структура где-то. Вы об этом не задумываясь, вы просто отдаете, вы, наверное, дарите вот частическую своей душе, вот ей вот захотелось ей помочь, да. Ну, то же самое здесь. Вот многие не задумываются, кому они отдали деньги, прошли в торговом центре, положили в кружку, вот, да, в этот ящичек деньги. Не подумали, дойдет ли действительно это до ребенка, до какого-то, или до взрослого, или что-то еще. То есть просто положили и все. Вот, ну, наверное, это вот подсознательное желание помочь. С одной стороны, конечно, хорошо, что у нас так помогают. Вот, с другой стороны, плохо, что эта помощь не идет осознанно. То есть, да, мы не отдаем себе отчет, кому и как мы помогаем. Бывает ли такая практика, когда действительно благотворительный фонд из другого региона приезжает, ну, скажем, к нам в Рязань? Вы знаете, вот, никогда мы такого не видели. Но обычно между собой все благотворительные организации общаются. Это и всевозможные конференции, и даже так в телефонном режиме. То есть нет такого, что какая-то благотворительная организация или общественная организация изолированно работает. Нет. Все друг друга знают, все делятся информацией. Поэтому вот на нашей практике такого никогда не было, чтобы из других городов что-то приезжали. А помощи просят, да. Мы созваниваемся, есть либо какие-то препараты кому-то нужны, либо какая-то юридическая помощь, либо документальная помощь, либо консультационная помощь. Но такого, чтобы благотворительная организация приезжала для сбора денег в какой-то другой регион, нет. Ну, наверное, этого и не требуется. Потому что если говорить о больших федеральных фондах, таких фондах, как фонд помощи хосписам Вера, фонд Константина Хабенского, фонд «Подари жизнь», у них есть короткие номера, на которые можно делать перечисление благотворительного пожертвования из любой точки мира абсолютно, на любую сумму, которую вы захотите. Смысл? Если человек действительно хочет помочь другому человеку, попавшему в беду, что нужно сделать? Вот как убедиться, что твои деньги действительно пойдут на благое дело? Если вы переживаете, сильно переживаете за такое, вы, конечно, можете оказать лично помощь тому, кому вы хотите оказать. Или дом ребенка, дом малютки, да, или тому, кто попал в ситуацию, приехав к нему лично, убедившись, что это вот тот человек, которому вы хотите помочь. Но зачастую это, наверное, невозможно, потому что не у всех, например, есть средства, большие средства, да, чтобы помочь купить какой-то определенный препарат. Мой совет – поищите информацию на просторах интернета. Сейчас все доступно. Да, помогайте тем фондам, которых знаете. Знаете вы определенный фонд, помогите. Или же опять, есть телефоны благотворительных организаций, благотворительных фондов. Те люди, которые там работают, они всегда открыты. Открыты для информации, открыты к встречам. Например, позвонив к нам в организацию, да, благотворительный фонд, мы всегда готовы пообщаться, мы всегда готовы рассказать о нашей деятельности. Если нужно, мы встретимся. То есть мы полностью открыты показываем, что мы делаем, как мы делаем. Поэтому, пожалуйста, все, кто хочет помочь благотворительным фондам, но неважно, то есть, да, каким вы сейчас поговорим, или общественной организации, почитайте, вот почитайте об этой организации, или поспрашивайте, там, что и как. С другой стороны, все благотворительные фонды, если они, то есть, есть доступ в интернет, да, вы проверили, да, такой благотворительный фонд есть. А деятельность фондов проверяется. Проверяется очень многими структурами, министерством юстиции, налоговыми службами. И сейчас вот Союз благотворительных организаций тоже ведет проверку всех фондов. Поэтому это максимально, наверное, те организации, деятельность которых, вот она открыта. То есть все, 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 вся отчетность публикуется. Все публикуется. Но опять же, да, интернет вам в помощь. То есть вот, либо если, ну, в силу каких-то обстоятельств нет интернета, или они не умеют пользоваться, есть городские телефоны, позвоните. Позвоните, поговорите. Встретитесь с людьми, которые работают в этом фонде. Все. То есть вы убедитесь, что вы действуете в правильном направлении, что вы помогаете. Если ваша помощь будет регулярной, это вообще будет замечательно. Если сам не знаешь, куда обратиться, кого можете посоветовать? Вот какие фонды в Рязани действительно уже проверены временем, скажем так? Ну, у нас много, на самом деле, фондов, которые занимаются помощью деткам. Да, вот мы как фонд занимаемся помощью взрослым, что вообще, на самом деле, на просторах России не так много. Фондов, которые, ну, можно, могу называть название, то есть, да, бесконечная организация доброго сердца. Те, кто занимается помощью семьям с детьми с синдромом Дауна. Организация про детство. Да, фонд про детство. Фонд «Наши дети». Это то, что касается рязанских фондов. Ну, и всевозможные общественные организации, их очень много, на самом деле, общественных организаций, которые занимаются там помощью инвалидам. Ну, прям открывайте, у нас есть Дом общественных организаций, тоже сайт Дом общественных организаций. Здесь перечень, то есть, общественных организаций, которые функционируют у нас на территории города и Рязанской области. Ну, вот, наверное, так. Это вот такие какие-то небольшие шажки, да, по которым можно установить, кому, как помогать, что помогать. Многие, да, предпочитают помогать не благотворительным фондам, а лично. Но опять же, вот, например, сейчас касаемо нашей программы, последней, но даже программы, наверное, нет, это больше благотворительный сбор. Сумма сбора 2 миллиона 940 тысяч. Это помощь для Ольги Жучковой, Ольге 40 лет. Мы собираем эти деньги для покупки новейшего препарата Китруда. Я назову, наверное, не международное название, а то, что уходит в обиходе, так будет более понятно. Сбор у нас объявлен для Ольги Жучковой. Ольге 40 лет, у нее двое детей, и диагноз сейчас стоит меланома. То есть этот препарат, который поможет ей побороться с болезнью, очень сильно поможет. И препарат нужен срочно, это сумма 12 курсов. И о чем мы говорим сейчас, если кто-то захочет частично помочь, наверное, он не сможет приехать к Ольге и отдать эти денежки, хотя мы даем контакты Ольге, то есть если она согласна, то есть мы это все оговорим, вы можете ей лично помочь. Но тем не менее, рубль к рублю, мы надеемся, что мы соберем эту сумму. Если нет у человека больших сумм, а большой или маленькой помощи не бывает, даже 10 рублей здесь очень важно на данный момент, есть фонды для этого. То есть если у вас есть какая-то определенная сумма, небольшая, но вы хотите помочь, вот для этого есть фонды, благотворительные фонды, которые аккумулируют денежные средства на своих расчетных счетах. И дальше уже в зависимости от благотворительных сборов, адресная это помощь или помощь благотворительных программ, каких-то определенных, да, работы благотворительных программ, вот фонды существуют для того, чтобы аккумулировать и помогать. Не просто вы ищете кому-то вот адресный, я отнесу 500 рублей, да, или отнесу 100 рублей, отнесу 10 рублей, а вы перечисляете благотворительному фонду, а фонд уже осуществляет адресную помощь или помощь благотворительную, то есть какой-то программе. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу попросить телезрителей помочь на данный момент в благотворительном сборе для Ольги Жучковой. Это, наверное, звучит немного пафосно, но тем не менее. Это цена ее счастья, цена ее жизни. Это на данный момент 2 миллиона 940 тысяч. Можно помочь нам, перечислив на… просто отправив смс на короткий номер 4647 со словом «Остаюсь». Вы набираете «Остаюсь», неважно, за главными буквами, маленькими буквами, дальше через пробел сумма, которой вы готовы помочь. Это смс потребует подтверждения определенной процедуры, вы подтверждаете свой благотворительный взнос. Еще раз могу повторить, да? 4647 со словом «Остаюсь» и через пробел сумму, которой вы хотите помочь. Сбор для Ольги Жучковой. Спасибо большое, Наталья. Я уверена, что у вас все получится, и у Ольги тоже. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас сегодня была Наталья Ляяева, руководитель благотворительного фонда «Я остаюсь». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова